Ростовский музыкальный театр Тема Лермонтов и музыка поистине неисчерпаема Просто представьте, его поэзия и проза стали основой двух с половиной тысяч музыкальных произведений К примеру, Лермонтовская на севере Диком стала источником вдохновения для 116 композиторов А Горные вершины для 106 Какие произведения представили наши артисты на концерте 14 ноября И почему концерт в театре всегда больше, чем просто концерт, узнаем прямо сейчас Высший уровень мастерства исполнения Легендарные музыкальные произведения И неожиданное воплощение оркестром музыкального театра На ростовской сцене продукт высокого качества Моя душа – твой вечный храм К двухсотлетию со дня рождения русского классика Михаила Юрьевича Лермонтова По словам маэстро Андрея Неханова, концерт мечтаний и надежд По мнению зрителей, эмоциональный, яркий и пронизывающий великолепием звука Как всегда, эмоции только хорошие, чтобы успокоиться от повседневной жизни Послушать классическую музыку, которая создавалась в истории И занесена в историю в летописях разных На симфонические концерты попала я впервые Вот с подругой, подруга меня пригласила Надеюсь, что не разочаруюсь Очень люблю актеров всех Очень люблю оркестр Ну, вообще, театр наш, я считаю, он, ну, как бы, на мой взгляд, один из лучших Классика на то есть классика, что она всегда будет с нами в прошлом, в настоящем и будущем Поэтому мы ценим, любим и всегда будем слушать ее Больше всего люблю ходить в этот музыкальный театр и смотреть балет Балеты пересмотрела практически все И очень бы хотелось, чтобы музыкальный театр был не только для нас, для старшего поколения приемлемым А чтобы молодежь тоже посещала этот театр как можно чаще И чтобы им это все нравилось Концерт в двух отделениях с участием солистов хора и оркестра театра С детства увлеченный музыкой петербуржец Андрей Аниханов, дирижер, заслуженный артист России, считает Литература, музыка и архитектура не могут существовать отдельно друг от друга Вдохновившись творчеством Лермонтова, Аниханов предложил сделать симфонический концерт Симфоническая музыка никогда не переставала привлекать его внимание Он ее великолепно знает, отлично интерпретирует и компонует эти программы Вот оперный спектакль, он написан композитором и либреттистом от начала до конца Здесь написаны давно и лежат на полке в библиотеке произведения Но произведений тысячи, составить из них целое, это тоже художественное А вот кто сочинил этот концерт? Понятно, что Балакирев сочинил свою музыку, Рахманинов свою, Рубинштейн свою Кто сочинил этот концерт? Маэстро Аниханов В репертуаре Аниханова свыше 70 оперных и балетных спектаклей Разнообразные симфонические программы Он гастролировал в Европе и Азии, давал концерты в Соединенных Штатах Выступал со многими известными отечественными и зарубежными коллективами В этом симфоническом концерте маэстро передал мятежный дух Лермонтова и мудрое слово Все-таки это вечная история, да, и уже проверенная десятилетиями, столетиями человечеством Конечно, наверное, воспринимать музыку, созданную серьезным умом и ярким сердцем Нужно быть подготовленным и к этому готовиться к походу, может быть, в театр или в симфонический концерт Но, в принципе, даже, как показывает практика, люди, которые бывают первый раз И которые искренне хотят получить какое-то впечатление для тебя, уходят с просветленной душой В этом, наверное, и смысл наш Симфонические концерты в музыкальном – это еще и богатство сценографии Элегантные костюмы, инсталляции и невероятные световые решения Дирижеры, режиссеры – это такие, знаете, духовные вожди должны быть в театре или в оркестре Потому что это человек, который должен объединить большое количество людей Какими-то общими идеями и их воплотить Потому что у некоторых идеи есть, но нет способности как-то все собрать А у некоторых, наоборот, есть способность, но, может быть, идеи кажутся мелковатыми Поэтому всегда вот у личности, что человек может не просто показать, собрать, что было вместе и строено А еще вложить некие мысли, чтобы эти мысли Вот сидит 80 человек оркестра, еще 20 человек хора, солисты И чтобы как-то общий, ведь каждый может думать по-разному И даже после концерта он может думать по-другому Но в данный момент нужно все соединить так, чтобы все почувствовали вот это единение Потому что единение там породит единение здесь, потом в зале И вот в этом тоже своя связь и очень важная В программе «Вечера» произведения связаны и с творчеством великого русского поэта Фантазия «Утес» Рахманинова Третий концерт для фортепиано с оркестром великого композитора Николая Мэттнера В Ростове это музыкальное произведение звучит впервые Симфоническая поэма Тамара Балакирева и заключительная сцена из оперы «Демон» Рубинштейна В концерте принимает участие лауреат международных конкурсов Наталья Дмитриевская, Артур Ачилов, Юлия Изотова и женский хор театра Солирует в концерте лауреат международных конкурсов Александр Яковлев, пианист «Тысячи и одного стиля» Как его окрестила пресса, играет на сцене родного города Лауреат 55 международных конкурсов исполняет в Ростове то, что слышали до наших дней единицы Когда играешь редко исполняемую музыку И тут, как говорится, нельзя уже нахалтурить Прежде всего потому, что ты оставляешь какой-то след в душах людей И они потом уйдут с этим впечатлением о музыке Мэттнера Вот это самое страшное Тут даже не потому, что ты сыграешь хорошо или плохо Даже не перед самим собой, а перед композитором Я в прошлом композитор, ну и в общем-то сочиняю так иногда И я понимаю, насколько это очень важно, чтобы исполнитель честно сыграл Там есть отголоски, конечно, Рахманинова И, в общем, дружба с Рахманиновым сказалась Потому что поздний Рахманинов, в свои уже последние годы Они очень близко дружили с Мэттнером Он жив в Лондоне И, ну, конечно, великий композитор, великий русский композитор Видимо, они совсем, он еще дооценены Так сказать, недооценены в России по сей день Я знаю, что, в принципе, записи Мэттнера и не дошли бы до наших дней Если бы в свое время Он пробовал осесть в Берлине, в Париже Он ни на где не находил меценатов, которые бы помогли напечатать ноты Я знаю, ему помог один индийский Раджа Я, к сожалению, не помню имени Вот благодаря этому Радже Мы имеем сегодня возможность просто эти ноты в руках подержать А музыка, она, пожалуй, звучит так Как если бы, наверное, Рахманинов написал пятый концерт свой Проникновенная музыка, яркий колорит, богатство настроений Слушая концерт, вспоминают солермонтовские строки Прекрасный звук вот этот Он ведь и создан, чтобы в сердце человека пробуждать какие-то эмоции И многое словами не объяснить А это находится на каком-то интуитивно-подсознательном уровне Может быть, это и хорошо Люди пытаются, в общем, каким-то образом переосмыслить Вообще понять свое существование в контексте данного времени И говорят, что вот, понимаете, то, что сейчас существует электронная музыка Или какой-то авангард, когда мы дергаем струны, поджигаем рояль Это все то, что сейчас авангард, а потом будет классика Как, например, когда-то Прокофьев был революционер А теперь это классика Ну, может быть, конечно Но я с этим не согласен Потому что музыка, она прежде всего несет не то, что крупицы информации Она несет какие-то терабайты информации ежесекундно Если на сцене происходит нечто, что несет информацию, ну, знаете, разве что на уровне двухлетнего ребенка Это, конечно, тоже информация Но это недостаточно для человека внутренне духовно богатого Электронщина, это я называю консервы Вот если вы идете в ресторан Мишленовский, да И вам там приносят рыбу, не просто дораду А с молекулярной кухней, там, знаете Сделали такое, что вы с ума сходите Или вы открываете банку тушенки Вот электронщина – это банка тушенки Рахманинов, Мэтнер Классики – это ярчайшая палитра вкуса В феврале следующего года музыкальный будет пышно отмечать юбилей Андрея Аниханова Маэстро Александр Яковлев порадует ростовскую публику большим сольным концертом И, конечно, не стоит забывать о том, что каждый год в музыкальном театре проходит пасхальная неделя К слову, изобретение Аниханова В сентябре на открытой площадке перед театром играют симфонический концерт Подарок городу в его день рождения А в октябре оркестр театра поздравляет всех с Днем музыки Искусство, которое объединяет людей во всем мире До конца года театр представит и множество других интересных концертных программ На большой сцене 10 декабря музыкальные хиты Голливуда, покорившие сердца ростовчан в прошлом году Но на этот раз с новой программой А 13 декабря – Штраус Гала, с которым наши артисты больше месяца будут выступать на гастролях в Испании, Италии и Польше На камерной же сцене состоится творческий вечер солистки театра Надежды Кривуша А в фойе Большого зала – рождественский концерт Ну и, конечно, театр приглашает вас на традиционные вечерние праздничные представления В этом году носящие названия «Мелодии новогодней ночи» Словом, зима в ростовском музыкальном обещает быть яркой и насыщенной Ждем вас! До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok